Как построить систему привлечения и удержания клиентов, которая обеспечит стабильный рост доходов вашей компании? Именно об этом мы поговорим в данном видео. Меня зовут Кирилл Куницкий, я основатель компании «Бизнес-конструктор». Я приглашаю вас прямо сейчас подписаться на наш канал, для того, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных технологий и инструментов управления компанией. Итак, сегодня мы с вами поговорим о маркетинге, о системе привлечения и удержания клиентов. На самом деле, привлечение и удержание клиентов – это только одна из составляющих маркетинга компании. Поскольку, если мы обратимся к классикам маркетинга, если мы посмотрим на фундаментальный термин маркетинг, то мы обнаружим, что маркетинг включает в себя намного больше комплекс мер по управлению, развитием компании. Начиная с анализа целевой аудитории, с определения вашей целевой аудитории, с ее сегментации, с изучения потребностей вашей целевой аудитории. Фактически, маркетинг – это некая психология клиента, это работа с психологией клиента. Далее – это изучение конкурентного окружения, это активное развитие вашего продукта и отстройка от конкурентов, то есть формирование некой конкурентной стратегии. И уже только тогда, когда у вас определена достаточно большая целевая аудитория, достаточно большой платежеспособный рынок, и есть четкий, понятный, конкурентный продукт, который качественно отличается от конкурентов, тогда только мы можем говорить о системе привлечения и удержания клиентов. Потому что если вы пытаетесь продвигать неконкурентный продукт на рынке, продукт, который не имеет явных качественных отличий на фоне конкурентов, не дифференцирован, как говорят маркетологи, дифференциация от слова different – отличающийся. Соответственно, если ваш продукт никак качественно не отличается, то система привлечения и удержания клиентов будет работать просто в холостую, потому что вы будете приводить клиента, он будет смотреть на ваш продукт, возможно, даже пробовать его, покупать его, но в итоге все равно он будет уходить туда, где ему будет интереснее, где ему будет более привлекательное предложение. Поэтому первый шаг – дифференцировать ваши предложения по отношению к вашей целевой аудитории. Но дальше мы начинаем говорить о системе привлечения и удержания клиентов. И это очень важный компонент маркетинга любой компании. Дело в том, что любой бизнес, для того, чтобы он был успешен в долгосрочной перспективе, должен постоянно расти, постоянно пробивать свой стеклянный потолок и выходить на качественно новый уровень. Ведь если компания не растет, то в ней запускается большое количество деструктивных процессов. Процессы, которые в первую очередь связаны с корпоративной культурой компании. Амбициозные люди вырастают, упираются в потолок и начинают просто уходить из компании. Или стухать, становиться, как мы говорим, жирными котами. Людьми, которые садятся в зону комфорта и просто погрязают в каких-то рутинных операционных процессах. Вам же нужна команда чемпионов, команда спортсменов, которые постоянно изо дня в день стремятся захватывать новые территории. А для этого вы должны делать очень большую ставку на рост компании. На постоянное пробивание того самого стеклянного потолка, о котором я вам только что говорил. Соответственно, для того, чтобы компания росла, вам нужно, чтобы у вас постоянно работал насос по притягиванию новых клиентов в свой бизнес. При этом важно не только привлекать клиентов, важно уметь удерживать клиентов. Потому что многие компании страдают такой проблемой, как растущая, постоянно растущая база бывших клиентов. Знаете, такой себе эффект ношения воды в решете, когда вы как будто бы имеете дырявое ведро. Вы, с одной стороны, привлекаете в него клиентов, но они постоянно у вас вытекают. Это большая проблема, из-за которой многие компании не могут быстро расти. Вроде бы изо всех сил бьемся, пытаемся притащить новых клиентов себе в компанию, привлечь, прорекламироваться, работают продажи, но все равно теряем клиентов. Поэтому управление лояльностью и удержание клиентов – это очень важная составляющая. Фактически то, о чем я сейчас говорю, система привлечения и удержания клиентов – это то, что мы относим к категории конверсионного маркетинга, либо перформанс маркетинга. Потому что, конечно же, маркетинг – это намного более широкий род деятельности, и он включает в себя и работу по развитию вашего бренда, и пиар, и, возможно, управление ассортиментом вашей компании, управление ценообразованием – это все составляющие маркетинга. Но именно перформанс маркетинг, конверсионный маркетинг направлен на то, чтобы работала машина по привлечению клиентов. Для того, чтобы понять, как привлекать клиентов, как будет построена эта система, очень важно определиться, в каком сегменте вы работаете. Работаете ли вы в сегменте B2C или работаете ли вы в сегменте B2B, потому что в одном и другом случае будет несколько различный подход к построению маркетинга. В сегменте B2C очень большую роль и очень большое влияние в наше время оказывает интернет-маркетинг, потому что каждый индивидуальный клиент в наше время проводит в телефоне часы времени каждый день, часы. И это наилучшая площадка для захвата его внимания. Все внешние коммуникации в офлане, они будут служить поддерживающим фактором, но вам важно очень хорошо привлекать его внимание в онлайне. Подобно тому, как вы сейчас смотрите это видео, и я, как основатель компании «Бизнес-конструктор», привлекаю ваше внимание, то есть я привлекаю и удерживаю ваше внимание, давая вам полезный контент. Это то, что называется контент-маркетингом в наше время. Соответственно, для любого бизнеса, который хочет достигать системных результатов в сегменте B2C, очень важно продвигаться в онлайне, используя инструменты контент-маркетинга, создавая контент. И дальше с данного контента приводить данных клиентов, потенциальных клиентов уже в свою CRM-систему. То есть строить точки захвата контактов целевой аудитории, и далее с целевой аудиторией уже будет работать отдел продаж, предлагая решить проблему клиента. Естественно, при условии, что вы умеете хорошо ее решать, вы разбираетесь в проблематике клиентов, в потребности, и умеете конвертнуть клиента уже в результат, можно сказать, в успех для вашего бизнеса. В B2B интернет-маркетинг та же работает в некоторых сферах, но намного более актуальной является функция продаж. Именно функция активных продаж, прямых продаж, когда ваша команда продаж напрямую выходит на компании потенциальных клиентов и начинает вести переговоры. Здесь очень важно правильно строить данные продажи. То есть не стучаться просто в парадный вход и говорить, здрасте, давайте мы вам что-то продадим. Это в большинстве случаев не работает. Нужно понимать очень хорошо организационную структуру клиента и логику принятия решений внутри данной организационной структуры. Соответственно, попадая на правильного человека, у вас значительно повышается эффективность потенциальной продажи. Тем более, что в B2B у вас есть несколько компонентов, которые играют очень большую роль. Во-первых, вы должны понимать структуру принятия решений. Ведь есть разные роли. Есть роль лиц, принимающих решения, ЛПР. Есть лица, влияющие на принятие решения. Есть информаторы. И очень важно, чтобы человек, переговорщик, ведущий переговоры, в правильной последовательности выстроил диалог с правильными людьми внутри команды. И это, конечно же, уже функция продаж. Функция продаж – это операционная функция. Но почему мы затрагиваем ее в рамках разбора маркетинга? Потому что маркетинг – это логическая основа продаж. Фактически маркетинг задает логику продаж компании. И вам важно, развивая маркетинг бизнеса, понимать, быть центром управления полетами для продаж, правильно выстраивать логику взаимодействия с клиентами. Поэтому в B2C и в B2B у вас будет отличаться несколько логика продаж, логика маркетинга и продаж. Но при этом важно понимать, что и там, и там роль маркетинга, она главенствующая. Очень важно поддерживать лояльность потенциальных клиентов в процессе их привлечения. И для этих целей как раз хорошо подходит контент-маркетинг, ивент-маркетинг. Очень важно уделять внимание пиар-активностям компании. Это все те компоненты, которые играют большую роль для развития вашего бизнеса. И я очень рекомендую, чтобы как можно раньше в вашем бизнесе появился такой человек, который будет отвечать за маркетинг, центр ответственности за маркетинг, директор по маркетингу, маркетолог, уже зависит от масштабов компании. Фактически любой бизнес эффективно управляется четырьмя главными центрами ответственности. Директор по маркетингу, операционный директор, финансовый директор, HR директор. Об этом я много говорю на наших учебных программах в бизнес-конструкторе, объясняя, каким образом выстроить систему управления компанией. Собственно, именно это те инструменты, которые вам нужно выстроить, применить в своем бизнесе, чтобы бизнес был действительно системным. Это лишь поверхностный взгляд на вопрос маркетинга. Однако для многих, я уверен, что уже данный обзор, он расширит понимание функции маркетинга. Ваша задача четко понять, кто будет отвечать за маркетинг в вашем бизнесе, определиться, что будет представлять собой функция маркетинга в вашей компании. И дальше уже начать изучать технические детали развития маркетинга и воплощать их в своей компании. Мы в бизнес-конструкторе очень много работаем для того, чтобы помогать вам в данном вопросе. И именно поэтому я приглашаю вас прямо сейчас подписаться на наш канал, если вы до настоящего времени еще не были на него подписаны, потому что впереди будет очень много полезного контента. Уже сейчас на канале есть очень много полезного контента, но чтобы не пропустить еще будущие выпуски, обязательно подпишитесь. Также я прошу вас оценить полезность данного видео для вас лайками, ну, может быть, дизлайками, поставив нам оценку. Это даст нам фидбэк и даст понять, насколько я был полезен для вас в данном видео. И напишите, пожалуйста, в комментариях к данному видео, какие еще темы вам было бы интересно раскрыть на данном канале. Мы со своей стороны внимательно проанализируем все комментарии и подготовим для вас полезный контент на наиболее интересующие вас темы. Спасибо за ваше внимание, жду ваш фидбэк и до встречи в будущих видео. Пока!